Девушки отдыхают Выбор за вами Тарантино по-армейски Баскетболисты и скрасняли фильм про историю клуба И прямо сейчас матч недели Зенит Химки Команда Римаса Куртинайтиса единственная, кто пока не проигрывал Зенит в явном кризисе После победы на ЦСКА На старте сезона подвал таблицы в Евролиге Да и в единой лиге ВТБ Поражение столько же, сколько и побед По четыре Но до перестановок дело пока не дошло Напротив, клуб усиливает административный штаб Марко Попович по статусу генеральный менеджер По штатному расписанию Ассистент генерального директора Не было решения последние дни ночи Я подумал, поговорил со семьей И на конце решил приехать сюда Поэтому что у Зенита амбиции много есть Играет на самом хорошем уровне Евролига, самая лучшая лига Европы И для меня просто было легко решить приехать сюда Марко хорошо знаком болельщикам в России И хорватский защитник выступал за казанские униксы подмосковной Химки С этими командами он по разу выигрывал Кубок Европы Под руководством нынешнего главного тренера Зенита Жуана Пласа Попович играл в Жальгересе В прошлом сезоне Хорват завершил карьеру А сейчас сменил форму и кроссовки на строгий костюм Против каждого игрока я сыграл Только не против Холлинса Я больше-менее знаю всю ситуацию здесь С Жуаном поработал очень хорошо в Жальгересе И надеюсь, что мы вместе можем сработать до конца этого сезона И в будущем времени Хочу быть мостом между офисом и площадкой Поэтому это моя работа Хочу быть и помогать тренерам То же самое выбор игроков в будущем Но сейчас самое главное, чтобы команда начала побеждать больше, чем до этого Считаю, что это здорово Я бы хотела, чтобы как можно больше спортсменов, бывших игроков Приходили уже в качестве руководителей Потому что они знают, так скажем, всю кухню изнутри Они очень хорошо понимают все, что происходит на площадке Они понимают, что надо сделать для того, чтобы улучшить условия Для того, чтобы игроки чувствовали себя более комфортно А значит, более комфортно и в жизни, и на площадке И, конечно же, это очень здорово Я только могу пожелать Марка удачи И, так скажем, стабильности в его начинающей карьере руководителем Попович пока осваивается в новой должности А его нынешний клуб «Зенит» принимает бывшие Химки Команда Римаса Куртинайтиса Единственная, кто не знает поражений в девяти матчах Единой Лиги ВТБ И начало этой встречи только подтвердило настрой желто-синих на сезон Химчане выдали стартовый рывок 13-0 К концу четверти уже двузначное преимущество Химки выиграли первую десятиминутку 33-18 Мы, наверное, намного интереснее и лучше смотрелись в позиционном нападении Поэтому мы старались как-то тормозить игру, переходить в позиционку Что у нас получилось Первый четверти мы очень хорошо показали от защиты Потом, конечно, был какой-то спад Надо это на тренировках отрабатывать, чтобы не было перепадов После большого перерыва Зенит сместил акцент в нападении Жан Пласа сделал ставку на дальние броски и это сработало Семь точных трехочковых за 10 минут в исполнении питерцев И преимущество Химок начало таять На исходе третьей четверти Тим Абрамайтис дважды подряд забил из-за дуги И сравнял счет 74-74 А его же точные штрафные вывели Зенит вперед по итогам трех игровых отрезков Как только Зенит стал играть более агрессивно в защите У них появилась уверенность в нападении И, конечно же, ну да, провальное начало Если бы не было такого начала, возможно, у Зенита было бы больше шансов в концовке Интрига держалась еще половину четверти Но разнообразное нападение и опыт Два трехочковых от капитана Сергея Мони в концовке Привели Химки к победе 10-й подряд А форвард желто-синих Сергей Красев выдал свой лучший матч сезона 20 очков Пока это самый результативный матч Карасева в единой лиге ВТБ и Евролиге Все говорят, и тренера, и игроки понимают, что у нас очень сильное нападение И надо еще больше делать акцент на защиту Потому что когда мы все равно пропускаем по 90 очков Но это очень много Надо стараться уходить на отметку в районе 80 Тогда с нашим нападением нам будет еще легче Терпливо ждали, пока Карасев наберет Сейчас играет здорово Физики он прибавил, он работал индивидуально с тренером по физподготовке В данный момент он один из ведущих наших игроков И прошлую игру с Барселоной И сегодня это... Я очень рад за Карасева Сергея Но штатный герой матча в составе Химок, как всегда, Алексей Швет 30 очков, 13 передач, 6 подборов Он установил лучшие для себя результаты этого сезона сразу по нескольким показателям Набранные очки, эффективность 34 балла, а также передача К слову, 13 за матч — это второй результат в текущей регулярке Но лучше Курти Найтиса об этом не скажет никто Он у нас такой кусок золота, как я говорю, который делает всю игру Самому Алексею кажется уже скучно обсуждать свою результативность на площадке После матча он решил поменяться ролями с корреспондентом вида сверху Добрый день, сегодня прошла игра Химки-Зенит, что вы можете сказать об игре? Химки выиграли В чем был плюс Зенита, что они вернулись во второй половине? Я думаю, защита и то, что Химки немножко расслабились И Алексей Швет немножко перестал играть в защите Неправильный ответ Нет, на самом деле, с «Зенитом» всегда тяжело играть Потому что они с минус 20, минус 25, им все равно не возвращаются Выигрывают или проигрывают пару очков Сегодня они отлично двигали мяч Стали играть жестче в защите И, наверное, поэтому они и вернулись И плюс выиграли подбор во второй половине Шведы-Химки остаются единственной командой, не знающие поражения в этом сезоне Единой Лиги ВТБ Пальцев на руках считать победы Куртинатиса уже не хватает Заходим на второй десяток и предвкушаем дерби Ленинградки 6 января Химки принимают ЦСКА на домашней площадке Запишите в календарь Громкий дебют в Краснодаре получился у «Автодора», а точнее у его нового главного тренера – Предрага Крунича Сербский специалист сменил на посту Евгения Пашутина и взялся за дело, обыграв в гостях крепкий локомотив Помог тренеру Маркел Старкс, забивший решающий трехочковый на последних секундах С дебютом тренер «Автодор» – самая скромная в финансовом плане команда Единой Лиги ВТБ Но скромный не значит слабый Саратов уже давно в лидерах Единой Лиги ВТБ по коэффициенту полезных действий Только вдумайтесь, черно-белые ставят перед собой цель попасть в плей-офф Но имеют при этом самый маленький бюджет среди всех 13 клубов Всего 208 миллионов рублей К примеру, их соперник за путевку в плей-офф Нижний Новгород Имеет более чем в два раза – 435 миллионов А бюджет от ЦСКА и Химок для «Автодора» просто космос Оба участника Евролиги тратят за сезон более 2 миллиардов рублей Но, как любят говорить в Саратове, экономика должна быть экономной Президент клуба Владимир Родионов не мечтает о миллиардах И много лет выжимает из команды максимум Отсутствие богатых спонсоров его не расстраивает А на судьбу босс «Автодора» жаловаться не привык Клуб пока только мечтает про увеличение бюджета А деньги с продаж доморощенных игроков идут на зарплату всем остальным Будет в этом году разговор Ну, как бы сама жизнь, везде все дорожает И игроки, что в футболе, что в хоккее, везде все Мы пока вот только этим бюджетом находимся Комплектование команды, я думаю, это лучшее за последние 5 лет Но где-то там сверху боженька немножко так нас поприжимает Довольно поздно подъехали несколько человек И поэтому притирка довольно тяжело шла Первые 4 игры мы на сборах все проиграли Потом все выиграли и вроде бы все хорошо И последние вот тренировочные 2 игры со «Спартаком» питерским Вторая игра просто ненужной была Вот не было бы этой игры, я думаю, процентов на 80 мы бы выиграли у «Зеленой гуры» Просто перед этой игрой команда как-то была чересчур самоуверенная Главный лидер явный и главный разрушитель Я бы вот, честно говоря, ну это по-любому, это же не Джордан и не Леброн Которые все умеют Там Леброн, допустим, сразу 5 номинаций может получить и это, и это, и это Швед только сбивает Практически-то не защищается Возможно, в этом году, как бы по его настрою, по его там интервью Возможно, он более командный, но от него очки требуется Как игрок забивающий, очень техничный все, но разыграющий такого уровня 3, которых они потеряли, они даже близко не сумели возместить Это не разыграющий Не просто так Мессин от него отказался У него же контракт с Ниланом еще Но отказался же То есть это не разыграющий И проблему ЦСКА только впереди будут Я когда принимал в 82-м году И где-то с 86-го успел При правкоме «Автодор» детскую спортивную школу открыл И с тех пор вот эта детская школа, когда уже в 90-е развалилась И как бы так по этому пути пошли Псижитие нам отдали в управление уже лет 20 Вот на этой базе и детская школа у нас при клубе работает У нас здесь на втором этаже столовая Только там пацаны кормятся И у нас постоянно в этом году мы просмотрели где-то 30 человек Остатки от того, что забирает ЦСКА Химки Краснодар Вот из тех остатков супер игроки Выход у него только в НДА А остальное как бы он на контракт У нас сумму дадут хорошую А через год, на следующий год Ну уже звонил, не буду называть Один звонил Продай мне, не дай, не в аренду Продай мне одного своего русского Не то что спросом, а за ними охота Как бы уже Критковский с Михаловского Ну Михаловский очень умненький И понимает, сейчас у него главное физику У него с нападением все в порядке А вот по защите где-то надо добавлять Ну если он хочет в НБА А он чуть-чуть уже на драфт не попал За ним следят, да Три клуба вот в прошедшем сезоне Хотели его там на просмотр Два брата Пашутиных Это здесь они Захар так здесь стал Женя после травмы уже вообще как бы В четвертую лигу тогда ушел И я оттуда его вытащил Эннике сидел на банке в Шальгересе От нас попал на матч звезд В общем, глухоманец Саратовской Иванов заслуженный мастер спорта Сергея На чемпионате вице-чемпион Моня Если бы еще полгода не пришел в седьмую школу Вот здесь у нас То бы никто не знал, что такое Моня Хряпа Жалко Колю Хряпа Тот 26 лет бросил в скидбол Супер одаренный Ну вот так как-то не сложилось А Витя идет Степ-ан-степ добрался Жесткость Владимира Родионова Его управленческая фишка 14 главных тренеров вставало у руля Саратовской команды только за последние пять лет Давайте еще раз 14 за пять лет Последний в списке Евгений Пашутин Тот самый, который не только поиграл за Автодор Но и дважды приходил на пост главного тренера Казалось бы, после четырех поражений на старте Пашутин смог выправить ситуацию и победил дважды подряд Но поражение от Парма в гостях все перечеркнуло Экс-главный тренер сборной России Написал заявление по собственному желанию А его место уже успешно занял Крунич Но столь опытный специалист недолго оставался без дела Сразу после поражения от Автодора Локомотив Кубань объявила назначение Евгения Пашутина На пост главного тренера Ушел от вас, пришел к нам Евгений Юрьевич уже побеждал Железнодорожниками в Кубке Европы Его здесь знают и болельщики должны быть довольны А мы рады хотя бы тому, что в Лиге снова Есть российский тренер С возвращением, коуч! Ожидание получилось недолгим Баскетбольная ЦСКА представила мини-фильм Армейцы не первый раз радуют болельщиков голливудской истории А это и вовсе по мотивам Квентина Тарантино И называется «Однажды в ЦСКА» Весь фильм создан из отсылок к почти столетней истории клуба В каждой сцене видна связь с реальными историями из прошлого Как проходили съемки и какие истории раскрыты Расскажет вид сверху Сейчас каждый состоявшийся и успешный человек нанимает водителя А 40 лет назад авто было не у всех Тогда это было не просто средство передвижения, а роскошь В фильме Димитрис и Тудис едет за рулем 21-й Волги И слушает репортаж о победе ЦСКА в Кубке Европейских чемпионов Когда Белов был играющим тренером В этой сцене Тудис выступает в роли Александра Яковлевича Гомельского В тот год Гомельского не выпустили из страны Поэтому место маэстро занял Белов Символично, что голосом из радио выступает Владимир Гомельский Сын Александра Яковлевича И еще здесь блокшот Отдает Ковыркин в угол на Белова Передача на Илюка И вот она, не сирена, просто свисток Победа ЦСКА Кубок Европейских чемпионов Это мои парни По дороге Итуди встречает Коста Куфоса, который колет дрова Эта история с поездкой изначально копирует встречу Александра Гомельского и Яниса Круменьша 218 сантиметров и первый гигант мирового баскетбола Трехкратный чемпион Европы и трижды серебряный призер Олимпийских игр В баскетбол Круменьш пришел только в 23 года Легенды гласят, что Гомельский случайно увидел его колющим дрова Да ты огромный! А ты кто такой? Я баскетбольный тренер! Серьезно? Слышал о европейском баскетболе? Нет Ты большой, тебе стоит попробовать Пойдем играть за нас Ну хорошо, пойдем Новобранцы ЦСКА Майк Джеймс, Йоханнес Войтман, Рон Бейкер и Даррен Хиллер В форме легенд в музее клуба А руководит ими капитан Кайл Хайнс Первый американец-капитан в истории ЦСКА Двукратный чемпион Евролиги в составе клуба У меня есть вопрос Почему на нас эта форма? Потому что это форма легенд Береги ее Заканчивается все уже современная история и отсылом к финалу Евролиги прошлого года Президент клуба Андрей Ватутин призывает команду повторить Такими словами заканчивается фильм Я хочу гордиться вами снова Ну что, парни, вы готовы? Готовы сделать это еще раз? Заставим всех гордиться Руководство, болельщиков и самих себя Заставьте снова вами гордиться Давай, капитан, только вместе Сочи Санкт-Петербург Москва Что объединяют эти города? Правильно, все три принимали матч звезд единой лиги ВТБ В 20-м году мероприятие вновь принимает столица 16 февраля Москва ВТБ-арена Команда звезд России выйдет на паркет против звезд мира Чтобы выяснить, кто сильнее В прошлом сезоне матч звезд впервые завершился победой звезд мира С разницей всего в 3 очка 118-115 На паркете было жарко А испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес Получил статуэтку MVP Удовольствие получили почти 12 тысяч зрителей на трибунах ВТБ-арены Кстати, всего 4 игрока приняли участие во всех трех предыдущих матчах звезд И все четверо россияне Андрей Воронцевич, Сергей Моня, Дмитрий Хвостов и Евгений Воронов На первом в истории матча звезд в Сочи Воронцевич вместе с Алексеем Шведом Вел за собой звезд России и принес команде победу А затем получил звание MVP, обойдя Шведа Но впереди новый матч звезд И выбирать составы звездных команд, как всегда, предстоит болельщикам и журналистам Голосование уже началось и продлится до 9 января Оно пройдет в два этапа По итогам первого будет определен список кандидатов на участие в матчу звезд В него войдут всего 66 имен По три отечественных и три иностранных игрока из каждой российской команды лиги И по три баскетболиста из иностранных клубов На втором этапе голосования судьбу путевок на матч звезд Будут решать журналисты российских и зарубежных СМИ После анкетирования лига огласит окончательный список участников матча До нового матча звезд осталось всего ничего До окончания голосования еще меньше Поддержите любимого игрока И обеспечьте ему путевку на главное баскетбольное событие зимы Голосование проходит в социальной сети ВКонтакте Брэндон Браун с юных лет соперничал с Айзеей Томасом Один из них пробился в НБА, а второй стал кумиром болельщиков на четырех континентах Теперь этот небольшой первый номер выступает за Нижний Новгород Здорово попадает трехи, раздает передача И каждый его шаг на паркете абсолютно непредсказуем Я Брэндон Браун, и это моя история Я стремлюсь к балансу, стараюсь сделать то, что нужно команде В атаке мне нравится бросать самому, но я получаю удовольствие и когда делюсь мячом с партнерами На другой половине площадки стараюсь защищаться, перехватывать мячи, готов делать все, что нужно команде Тренер Лукич привык получать многое от своих игроков Я вполне отвечаю его требованиям, но в то же время могу стать лучше Я искал возможности, чтобы поднять мою игру на уровень выше Не считаю, что все знаю, даже несмотря на возраст Браун начинал играть в баскетбол в 90-х на улицах Такомы в штате Вашингтон Еще со школы он соперничал с будущей звездой НБА, но потом их пути разошлись У меня много друзей, которые играют в Лиге развития, но в самой НБА я знаю только Айзея Томаса Мы с ним знакомы с детства Я много раз играл против него за школу Он мой хороший друг Мы из одного города, играли в один вид спорта и до сих пор поддерживаем связь Томас отправился покорять лучшую Лигу мира Абраун успел поиграть в Австралии, Бразилии, на Кипре, в Польше и даже стать чемпионом Болгарии Окно в профессиональный баскетбол очень узкое Мало кто переходит на профессиональный уровень Есть только небольшой промежуток времени, когда можно стать профи Парни не сидят в ожидании этого по 15 лет Благодаря баскетболу я побывал на четырех континентах Встретился и подружился с огромным количеством людей в разных странах Хочу продолжить поддерживать связь с теми, с кем познакомился И использовать в дальнейшем тот опыт, что получил, прожив в разных странах Нижний подписал Брауна в начале июля, когда большинство клубов только продумывают свою селекцию С первых тренировок у Зорана Лукича новичок доказал свою запредельную мотивацию стать лучшим в единой лиге ВТБ Мы с агентом обсудили вариант с Нижним, и я просто согласился на него Я почувствовал, что переезд в Россию даст возможность сделать следующий шаг Повысить планку и испытать себя После того, как я пообщался с тренером Лукичем, понял, что Нижний Новгород — лучшее место, куда мы с семьей можем отправиться Я искал место, где моя жена и ребенок будут чувствовать себя комфортно В котором я могу продолжить учиться и понимать европейский баскетбол Попадание в более серьезную лигу способно показать, на что я способен Каждую неделю я могу поднять планку и испытать себя Пока что все здорово, полет нормальный, хочется продолжать в том же духе Готовы к порции по-настоящему зрелищного баскетбола? Пристегните ремни! Самые горячие моменты недели! Поехали! Энтони Гилл — настоящая машина! Получил мяч в быстром отрыве и катком прошелся по защите Зенита Бах! Мощный слэм от форварда Химок! Посторонись! База арбитров много не бывает Форвард Зелена Гур и Тони Мэйер отметился шикарным стебэком в матче с Униксом Прямо в яблочко! Сергей Красев громко вернулся в Петербург, но теперь это дом Густава Айона Никаких легких очков не будет! Звонкий блокшот, только не в мою смену! Жон Плас одобряет! Алексей Швед не дает сопернику передышек, не трехочковый так-данк Антон Панкрашов проспал ускорение Шведа и был наказан Слэм двумя руками Джоэл Баламбой никогда не сдается Сумасшедший рывок и форвард ССК догнал Адаса Ишкевичуса Догнал и выписал потрясающий блокшот Армейская мухобойка сбоев не дает Кому доверить решать концовку? Сандру Райст и Искалева Форвард эстонцев легко ушел от опекуна и с удовольствием вклотил сверху двумя руками Просто эффективно Джоэл Баламбой хорош не только в защите Форвард армейцев получил мяч от Дэниела Хэккета и не оставил парме шансов Невероятный реверс-данк для 6 тысяч зрителей на трибунах Бам! И один в поле воин Таков девиз Дмитрия Кулагина Защитник Лока ушел от соперника и не встретил на пути кольцу ни души Эффектный данк, легкие два очка Майк Джеймс точно мог бы стать спринтером Вы посмотрите на это ускорение Перехват, рывок и защитник ЦСКА колотят сверху через Николая Жмака Вот это постер! Вау! И автором лучшего момента недели становится защитник Автодора Маркел Старкс Американец взял игру на себя и положил шикарный трехочковый за секунду до сирены матча с Локомотивом У этого парня стальные нервы, победа! И на этом все, друзья, увидимся через неделю И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля Субтитры создавал DimaTorzok